Книга «Открытым оком», вопрос 2615, 12-й том, тема «Обращение ко Христу». Евангелие Эдуанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Так что же мы-то можем сделать с окружающими?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Апостол Павел сталкивался с этим вопросом, предопределение и ответ не нашел. Римлянам, 9 глава, 18-й по 21-й стихи. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Мы действительно ничего не можем сделать, но мы-то и не знаем, кто предназначен к спасению, и мы обязаны насаждать и поливать, доколе Бог не решит, стоит ли взрастить плоды на этом репейнике и на кустистой крапиве. 1 Коринфянам, 3 глава, 7-й и 8 стихи. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Старообрядцы, не знающие этого, не заучающие Библию, говорят, кому обратиться, кому против церкви, он и сам без нас обратится. Лежал он до нас тысячи лет, пусть и дальше лежит. А это ист приговор своему болотному состоянию. Матфея, 25 глава, с 25 по 27 и 30 стихи. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. А днегодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказався, я возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Стихотворение Свидетели, слепые от рождения, готовы показания дать в суде. Всех убеждают, что будто не за деньги. И я вас слушаю, это мой удел. Движения рук и ног моих трактуют, что Гитлеру я помогал в войне. Шесть лет мне было явно, что буксуют. Плетут, то увидела прабабка их во сне. А суд идет, и секретарь все пишет. И получается, что злыбник не они, а я. Здесь справедливость оказалась лишней. И правит бал дракон, и хитрая змея. Конечно, проще встать бы и уйти. И даже дверы не позволить хлопнуть. Безбожникам доверили безбожно так судить. За правду силятся сойти, готовы лопнуть. А я молюсь, и молятся друзья. Да высеет свет и в тени смертной. Среди свидетелей от киллеров резня. В почтовом ящике с угрозой конверты. А навеса фемиды злодейства жадных судей. Моя задача высветить гадюшник. А дальше бог судья, он ведает, что будет. Кто под прицелом у лжецов на мушке. Не уступить им правды и не оступиться. И доказать, что коммунизм сто крат страшнее фашизма. Подать пример из Библии и не взирать на лица. Лаг водрузить от истины, как представитель жизни. Да пишется не здесь последняя страница. Печать с крестом поставит лично и Егова. Там показания смогут дать без риска. Но лжец свидетелей всех приговор суровый. Там лжец свидетели и суд вполне прозреют. Как завопят в бесплодном раскаянье. Неверие признает Иисуса Назареем. Назарея ждет нераскаившихся ад и долговая яма. Игнатий Тихонович Лапкин, 2005 год. Игнатий Тихонович Лапкин.